Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс, в котором мы разбираем, с точки зрения иврита, Тору, молитвы и некоторые другие тексты, которые нам интересны. Сегодня мы разберем определенный отрывок из недельной главы, которую читали в последнюю субботу. Глава называется «Вояй, церковь, значит, и вышел». И я выбрал отрывок о рождении сыновей Якова, сыновей Исраэля. В этой недельной главе у нас рождаются 11 из 12 сыновей, а последний, Беньямин, он будет в следующей недельной главе. И, кроме того, мы пару занятий назад начали разбирать песню Иерушилай Мшедзав. По-моему, у нас последний куплет остался. И если мы успеем, ввиду набегающейся хануки, мы начнем разбирать песню, которая называется «Маоз цур». Я получил предложение на прошлом занятии разобрать от тиква, которая гимн Израиля. Но от тиква, она как бы вечно, а Маоз цур, он привязан к хануке. Поэтому сегодня мы обойдем себя с гимна. Вот мы разберем хануку. И еще раз всем здрасте. Значит, я поставил файлы на нашу группу в Телеграме. Это к недельной главе сам текст, который мы разбираем, и словарь к нему. Вот песенка Иерушилай Мшедзав, которую я уже ставил на прошлых занятиях, я ее повторил. И песенка Маоз цур. Значит, файл, готовленный мною. Я надеюсь, мы до него сегодня доберемся. Так, на данный момент я включаю текст недельной главы. Его видно. Его видно на весь экран, кстати? Нет, очень маленький. У меня, во всяком случае. Ага, по высоте. Вот так? Так лучше. Ага, понятно. То есть, это влияет, как я его ставлю на свой экран. Да. Так, буду знать. Так. И давайте я сделаю вот что. Я поставлю в чат словарь, чтобы вы могли им пользоваться параллельно. Так. Что-то не идет у меня. Ну, ничего, ничего. Сейчас оно у меня проявится. Так. Значит, мы смотрим 29-ю. 29-й параграф. 29-й параграф главы книги Брэйшит. Недельная глава ВАЕЦ. Мы смотрим его с... начиная с... не с самого начала, а с какой? С... сейчас минутку. Начиная с 31-й фразы. 31-й пасок. Так. И начало следующей 30-й главы. Вот там, где у нас рождение остальных сыновей. Так. Вот ставлю вам, значит, делаю копипастинг словаря на нашу недельную главу. Словарь не очень большой. Вот. Но... Сам материал мне кажется интересным. Так. Ваша демонстрация экрана приостановлена. Действительно так? Нет. Нет, у нас все видно. Видно, да? Да. Так. Так. Минуточку. Ставлю чат. Так. Ставлю чат на всех. Так. Завод. Угу. Так. Значит, последнее. Так. Еще один чат я поставлю. Вот. И весь, собственно, мне... Собственно, весь словарь. Так. Видно словарь, да? Последнее слово в чате давать приют, да? Это есть? Да. Угу. Угу. Так. Возвращаемся к нашему тексту. Ваяр Ашем и увидел Бог ки снуа леа, что буквально ненавистно лея. Есть много комментариев, которые подчеркивают, что речь, конечно, не идет о ненависти или, скажем, сильной нелюбви. И здесь имеется в виду, что просто Рахель считается любимой женой. Значит, соответственно, лея считается женой менее любимой. Но вот слово соне, да? Которое мы видим, да? Вот выделенное зеленым. Оно означает именно ненавидеть. Пишется оно через син и с алифом. С алифом на конце. Несмотря на это, есть комментарии, что гора Синай, поскольку она созвучна, слово сина, ненависть, есть определенная связь, то есть заповеди, полученные на горе Синай, способствуют борьбе с ненавистью, беспричинной ненавистью внутри еврейского народа. Но слово сина, как мы видим, пишется через син и с алифом, а слово Синай пишется через самых и без всякого алифа. Поэтому тут созвучие чисто фонетическое. Итак, увидел Бог, что лея, как мы выяснили, менее любима, просто менее любима. О ненависти здесь не идет речь. Ва ифтах эт рахма. И открыл, что такое рахен. Это тот орган женщины, в котором формируется плод, матка. То есть, что значит это выражение? Сделал так, чтобы она стала рожать, в отличие от рахели, которая продолжала оставаться бездетной. Верахель акара. Слово акара в данном случае значит бездетная. Есть другие значения этого слова, но все они близки. Это значит вырывать, уничтожать и искоренять. Но мы берем значение, которое нам нужно. Ва тагар. Ва тагар, это значит и забеременела лея. Ва телед и родила бен сына. Ва тикра от слова кара. Карас алиф означает читать, провозглашать, звать. И назвала шемо, имя его рэувен. Рэувен. Мы увидим сейчас эти мелодии. Ки амра, потому что она сказала. Ки, раа, раа, это значит увидел. Потому что сказала она, ибо увидел Бог, Ашем. Бе, он и, да. Он и это слово они, которое переследует через аин. Означает бедняк. А он и это горе, бедствие. Мы встречаем этот же корень в имени, который Рахель дала своему второму сыну, беньямину. Она назвала его бен оуни, сын моего страдания, сын моего детства. А беньямин это имя, которое дал ему отец. Но вот здесь увидел, слово увидел, раа, и бен, сын, образует имя рэувен. То есть буквально смотрите, сын. Ки ата, ибо сейчас, от слова эт время, е, э, га, ва, ни. Вот он корень. Алев, эй, вав, вэвет, да. Что такое агав, любил. Е, э, гав, будет любить, ни, меня, будет любить, меня ищи. Мой человек, мой муж. Мы используем для понятия муж слово бааль. Но, в общем-то, если иша, это женщина, то мужчина должен быть иш. И это используется. Ва тагар, од, и снова забеременела. Вот тоже слово. Од, ва телед, и родила сына. Ва томер. И сказала. Ки, ибо, шамма, гашем, эт, снуа. Ки, извините. Ки, снуа, анохи. Что услышал бог, что я, снуа, вот оно, это слово, ненавидима, то есть менее любима, анохи, это тоже самое, что они. Ва и тенли, гам, эт, дзе. И дал мне также и этого. Ва тикра. И назвала шимо, имя его, шима, он. В имени шима, он, мы видим корень слова шма. Так. Ва тагар, од, и снова забеременела, ва телед, и родила сына, ва томер. И сказала, а та, сейчас, а паам, в этот раз, и ла ве айши элай, будет сопровождать меня муж мой. Слово е ла ве, мы сейчас увидим, где оно в имени, ки, я лад ти ло, потому что я родила ему, шилоша ваны. Троих сыновей. То есть выполнила норму. Что это за норма? Было известно из пророчества, что у Якова будет 12 сыновей от 4 женщин. Значит, на каждую приходится трое. Я свою норму уже выполнила. Думает, думает лея. Но мы-то с вами знаем, что еще многое впереди. Так вот, а кен кара, поэтому назвала, шему имя его, леви, леви, от слова е ла ве, ливу и сопровождение, галва а, это деньги, взятые в, как это сказать, одолженные деньги. Да, есть лове и малве, один одалживает, то есть берет деньги, другой дает деньги. Ну, я не знаю, честно говоря, в русском языке есть правильное использование этих слов. Одолжить – это дать деньги, да, дать деньги в долг. Но то же самое слово часто используется одолжить, в смысле взять деньги в долг. Так? Ну, в иврите все-таки это проще. Есть лове и есть малве. Лове – это тот, кто берет деньги в долг, а малве – тот, кто дает деньги в долг. Есть слово еще левая – это проводы, последний путь, похороны. Есть слово еще лавьян. Слово лавьян означает спутник. Причем, как спутник – тот, кто провожает тебя, тот, кто идет с тобой по дороге, так и спутник, как космическое тело, естественный или искусственный. Все это, все эти слова имеют корень ламет вав гэй. Ну, гэй тут иногда меняется, как вот, например, в имени леви. Вот здесь вместо него стоит ют. Такое с ними бывает. Леви – это какой третий сын? Ва-тагар-од, ва-телед, бен, и забеременела снова и родила сына. Ва-томер, и сказала, гапа-ам, в этот раз, о-де-эт-ашем. Я буду благодарить ле-годот, то-да. Мизмор – ле-тод-да. Я возблагодарю Всевышнего. Аль-кен-кара-а, поэтому назвала она имя его, е-гуда, которое не только название сына и, соответственно, его потомков, но и во многом используется как название всего еврейского народа. И использовано оно как название еврейской веры, в отличие от других вер. Е-гадут – иудаизм отсюда, значит, от формы имени Еуда. Корень этого слова – ле-годот, благодарить. Ва-та-а-мод ми-ледет, и остановилась рожать. Итак, в этом отрывке мы встречаем рождение рэ-у-вена от слова р-э-и-бен. Шим-она от корня ш-ма слышать. Так, ле-ви – сопровождать, быть рядом, быть постоянно со мной. От слова ле-ла-вод – провожать. Вот, и е-гуда – от имени, от слова ле-годот – благодарить. Да, Дима, с удовольствием слушаю вас. Я не знаю, обратили бы вы внимание, смотрите, она… Чуть погромче. Сейчас слышно меня? Да. Смотрите, Шим-она написано Тик-ра, в будущем она его назовет, хотя он уже родился. Дальше, Леви, она называет, как бы, Кара, я так понимаю, это вообще мужчина назвал Всевышний, да, Кара? Кара. А последнего четвертого егуда, Кара, хотя на самом деле, мне кажется, Карта правильно, в настоящем времени. Нет, Карта, Алиф не меняется. Если бы Гей, он бы заменялся на Та. Окей, ну просто интересно, что всех глаголы назвала, все разные, в разном времени, разного рода. Ну, Ват-Тикра, это, конечно же, Вав переворачивает из будущего времени в прошедшее и назвала, вот. Но, в общем-то, есть разница в том времени, которое обычно для Танаха, то есть Вав переворачивающий и будущее время образуется прошедшее. Вот, и Кара назвал, действительно, здесь мужской род, Кара, женский род, это форма без Вав переворачивающего, это та форма, которой мы сейчас пользуемся. Честно говоря, я не встречал комментариев, но наверняка они есть. Ирина, вот слиха, то, что написано, а вот смотри, написано, Кияла Ти Ло, Ло тоже ведь мужского, да? По простому смыслу, вообще получается, что, поскольку я ему родила троих сыновей, он дал имя. Может, вообще Яков дал имя? Ну, по простому тексту получается, да. Смотрите, я готовил вам текст. Я не ставил задачу. Окей, окей, да, посмотри кому. И, да, ну, я думаю, что даже если я просто спровоцировал у вас вопросы, это очень хорошо. Окей. Так, переходим к тридцатому параграфу. Так. Ва-те-ре-рахель. И увидела Рахель. Ну, снова мы видим здесь Ра-а, да? Рейш-алеф-гей. Да? В будущем времени стоит, вот благодаря префиксу Тау, но Ва-в перед ним переворачивает на прошедшее. И увидела Рахель. Кило-ял-дала Яков, что она не родила Якову. Ва-те-ка-не. Вот это слово. Стоит сейчас открыть словарь. Ну, давайте я даже переключу демонстрацию. Вот. Дело в том, что... Так. Словарь, вот он, да. Что это слово имеет два значения. Завидовать и ревновать. Так вот, завидовать с префиксом бэ или мэ. Нет-нет-нет, просто бэ. Мэ-канэ-бэ – это завидовать кому-то. А мэ-канэ-ле – это ревновать к кому-то. Так. Но здесь, конечно, идет речь о том, что... Так. А что по тексту у нас получается? Сейчас. Вернемся. Вернемся к нашему тексту. Ну, на что мы обратим внимание? Так. Так. Ва-канэ-рхэль. И просто вот здесь нет никакого префекса. Так что можно это понять? А. Нет, есть ба-ахота. Да? Мэ-канэ-бэ – это что значит? Завидовать, да? Конечно, не ревновать. По тексту вроде бы может создаться впечатление, что отношения между сестрами были не самые добросердечные, да? Не самые сестринские. Вот. Но комментарий говорит, что, конечно, некоторая зависть имела место, но сестры продолжали любить друг друга. Лея ценит Рахель, например, за то, что она дала ей так называемый симоним, которые позволили Лея выдать себя за Рахель. Иначе, иначе она досталась бы в жены Эйсаву. И комментарий говорит к пасуку, у Лея глазослабые выплаканы, потому что она считала, что достанется злодею Эйсаву. Возвращаемся к тексту. Итак, она завидовала своей сестре, Ахотта, сестре ее, Ватомер, Эль Яаков. И сказала она Якову. Слово Ава на самом деле в арамейском языке используется именно как дай, ав, но в иврите чаще хава это давайте, как, например, хава нагила, давайте веселиться. Но здесь смысл именно такой дай мне сыновей. В им аин, если же нет, мета анохи, я умираю, я умру от огорчения. В лайхар аф, я аков, Берахель, и возгорелся гнев Якова на Рахель. В аеме рассказал он, га тахат элогим анохи, разве я вместо Бога, я для тебя вместо Бога. Вот это вот слово тахат, которое мы обычно понимаем как под и как определенную соответствующую часть тела, очень часто в танахе означает вместо. Например, аин, тахат аин, глаз за глаз. Сейчас, одну секунду, я вижу. Я просто хочу закончить пасугу. Так, ашер, я разве вместо Бога, я, вот это вот, ага, образует вопрос. Ашер, который, то есть Бог, мана, мимех, который удалил от тебя, который лишил тебя возможности, при ватен. При это плод, бетен это живот, плод чрева твоего, который лишил тебя возможности иметь детей. Да, слушаю, Дима. А вы прочитали им айн мета анохи, но тут же написано им айн мета анохи. Айн, да. А вы прочитали эйн, а почему вы прочитали эйн? А, эйн, может быть, я ошибся по смыслу прочитал. Конечно, здесь написано айн, но смысл здесь именно если нет, потому что есть слово айн через айн, через букву айн, которое означает глаз или родник или источник, да, а здесь почему стоит потах, потому что логическое ударение здесь на это слово. Да, конечно же, им айн, если нет, то вот я умираю. Так что я вместо Бога разве? Продолжаем, да. Ва-том-эр и сказала она. Значит, когда идет диалог между мужчиной и женщиной, мы дополнительно, иврит дает нам возможность увидеть, кто где что сказал. Ва-йом-эр, поскольку здесь стоит ю, это мужской род, это говорит мужчина, ва-том-эр, говорит женщина, да, потому что обычно диалог оформляется таким образом, как на книжной странице, где не написано и сказал такой-то, и ответил такой-то, да, а просто ставится тире для обозначения начала реплики, иногда считается, сбивается, и приходится ему вот так вот читать первый, второй, первый, второй, первый, второй. Вот, а здесь мы видим, что ва-том-эр, это значит, сказала, кто? Сказала Рахель. Гене-ам-аты, вот рабыня моя, слово ама, одно из значений этого слова рабыня, вилга, которую зовут билга, ба-э-элейга, войди к ней, ва-тей-лед, и она родит, аль-бир-кай, слово берех имеет тот же корень, что слово браха-бла-га, извините, благословение, вот, и кроме того, у какого еще слова такой корень? У слова брейха. Брейха мы сейчас используем как бассейн или пруд, вот, но слово брейха, значит, объясняется, что это водоем, который имеет собственные источники воды, например, родники, как озеро Кенерет, так, вот, как пополняется оно водою, так и благословение постоянно пополняется, но здесь бир-кай, это мои колени, да, то есть родит она на мои колени. Значит, было ли действительно, был ли такой ритуал, который означал, что вот рабыня, находящаяся в моем подчинении, рожает мне, так, наподобие суррогатной матери, может быть, ну, конечно, в меньшей степени, да, тут генетика не передается, вот, то есть физически, генетически, это сын кого? Билги. Но будет он считаться, как бы, моим сыном. Ва-и-ба-не, и отстроюсь, слово боне, строить, созвучно слову бен, сын, потому что через сыновей отстраивается роль, гам-анохи, и я тоже, мим-мена, из нее, из кого из нее? Из вот этой рабыни Билги, которую предлагает Рахель в качестве наложницы Якову. Ватитэн ло идала ему, эт билга шифхата, билгу рабыню свою, вот есть слово шифха, и есть слово ама, которое мы сейчас видели, вот, они могут иметь немножко разный контекст, но и та, и другая означает рабыня, находящаяся в подчинении. Так? Ла-и-ша, в качестве женщины, извините, ла-и-ша, не без выделенного гэй. Ва-я-во-э-ле-я, и вошел к ней Яков. Да? Есть вопросы? Продолжаем. Так? Ва-тагар, и забеременела билга, ва-тэ-ле-бле-яков бен, и родила Якову сына. Ва-томе, Рахель, сказал Рахель, да-на-ни-элогим, судил меня, Всевышний, от слова дин суд, даян судья, вегам шама бекколи, и также услышал он голос мой. Ва-и-тэ-н-ли-бен, и дал мне сына Алькейн, Кра-а-шмо, Дан. Поэтому назвала имя его Дан. Дан – это первый сын рабыни Билги. Ну, в общем-то, наверное, даже если был вот такой вот ритуал, то есть рожает одна женщина на колени другой, чтобы та считалась как бы матерью его, все равно мы считаем сыновьями Рахели тех, которых родила она лично. Сыновья Рахели у нас появятся позже. Итак, слово Дан-ан-ни имеет корень дин или дан. Дан – это имя первого сына от Билги. Ва-тэ-гэр-од, и забеременела слово снова Бат-э-лед, Билга, Шифхат, Рахель, и снова родила Билга рабыня Рахели, бэн-шэ-ни, лаяков, сына второго Якова. Ва-тэ-гэр, и сказала Рахель, нафту-лей-э-логим-нифтал-ти. Я смотрел несколько переводов. Каких-то, говорится, я соревновалась, каких-то я очень старалась. Ну, давайте даже я могу посмотреть перевод, которым я обычно пользовался. Какой-то послук напомните мне, пожалуйста. Хэт. 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 Тридцатая голова. Хэт. Так, здесь перевод. В схватке Божьей сошлась я с сестрой Морею и превозмогла и нарекла ему имя Нафтали. Так? Но я вот не обращал внимания, честное слово, вот в этом году у меня такое открытие, что слово Нафтали имеет тот же корень, что слово Фитиль. Фитиль, да? Кстати, в русском языке то же самое, да? Да, да, да. Да, да, да. Птиль, 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 птиль совпадает, правильно, птиль и фитиль русский. Да, да, да. И буквальный перевод «вить», «свивать», «сплетать», да? И как тут можно вот это привязать, это значение? Но, может быть, Дима нам подскажет, да? Это то же самое, что авак и маавак. То есть, когда фитиль, он на самом деле не из одной нитки, а он сплетен. Борьба между нитками, получается, фитиль. Получается, ну, по-моему, идеальный подход. Ну, наверное, все-таки здесь имеется в виду, может быть, люди в России видели авдальные свечи. И поэтому они обычные свечи. Авдальная свеча большая, как лапит, как факел, вообще говоря. И там именно переплетенная. Потому что обычной субботней свечи, там как бы ничего особенного переплетенного нет. А вот авдальная, таки, да, переплетенная. Понимаю. Натан, посмотри внимательно на свечку стиариновую или профиновую, какая она там есть. Фитиль там состоит из нескольких ниток. Они немножко скручены. Ну, технически, да. Технически, да. Да, технически, да. Я видел фитиль, который сплетен наподобие косички. Действительно, такие есть. Кроме того, мне пришло в голову, что фитиль, описываемый в мишне, для того нерв, который имеется в виду в мишне, это не свеча парафиновая, а сосуд, в который наливается масло. И вставляется туда этот фитиль, рассматривается, как этот фитиль делается. Обычно он делался из ненужной материи, из одежды. Была очень дорога тогда, и, в общем, все шло в ход. Да? Да. Вот, и не выбрасывали даже самую ненужную, самую истлевшую тряпку, потому что из нее можно было сделать вот такой фитиль. Что с ним делали? Его скручивали. Да, да. То есть, когда готовили... Еще два слова, товарищи, смотрите, я нашла. Слово фитиль, оно не славянского происхождения, оно зависит, каждое заимство, из турецкого языка, а туда попало из арабского. Так что, арабский, где арабский, там и иврит, в общем-то. Ну, в общем, вполне ваша догадка, ваша вполне себе, вполне. Окей. Спасибо, спасибо. Есть еще русское слово «патлы», русское слово «патлы», они тоже вообще говорят. Патлы. Нет, просто можно я сделаю замечание, насколько шикарный и богатый иврит, святой язык. У нас два слова для борьбы. Есть «маавак», это когда борются два человека и пыль идет, да? Да. А есть «борьба» «нафтали», когда два человека борются и скручиваются друг с другом. Плетаются. Плетаются. А в русском борьба от слова «борис». Я не знаю, откуда словом «русская» борьба произошла. Борьба, бороться. Бор. По сравнению с ивритой. Да. Любопытно исследовать, как в русском языке это слово возникло. Но вообще в современном иврите все-таки вот и борьба, в смысле спортивная борьба, и так вот, и авкут, правильно? Борьба. На «фтуле» все-таки это я такого не слышал. То есть, как бы здесь это, как описание самого вида борьбы, что действительно было переплетенное. Но как само название борьбы, честно говоря, я не слышал. Можно добавить? Да. Петель и еще малина. Малина, она бьется. И, возможно, в русском «петля» идет отсюда. Петель, петля. Любопытно. Петель, по которой малина, по-моему, через «цет» пишется. И петлять, кстати, и петлять, да, и петлять, и петлять, кстати. Потому что это точно говорят, когда говорят про дорогу, которая идет с серпантином, это точно говорят, что это… Это шикарно просто. Да, мы путали. Это шикарно. Петля и петлять, это имеет ипетельское происхождение. Да, 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 точно, точно. Он путал след. Да, любопытно. Да. Ну, вот здесь, что это значит? «Сплетал меня Всевышний сплетением с им ахутис сестрой моей. Ве гам, извините, гам яхолпи, и также превозмогла». То есть, я тоже чего-то добилась. «Ват и крашмой» называла имя его «нафтали». «Нафтали» оказывается не от слова «нафталин» и не от слова «петля», а от слова «фитиль». Да, получается так. Хорошо, будем знать. «Ва тере лея» и увидела лея, ки амда ми ледет, что остановилась она, буквально встала, от того, чтобы рожать. Как есть ла ледет, чтобы рожать, так есть и ми ледет, от того, чтобы рожать. Это одна из форм неабсолютного инфинитива. «Ва тиках и взяла эт зилпа шивхата, свою рабыню по имени Зилпа, ва типен отта, и дала ее леяков лаиша, якову в жены». Интересно, вот здесь нигде не говорится наложница, но здесь говорится именно лаиша. «Ва телед зилпа и родила зилпа, шивхат леа, рабыня лейну, вот здесь подчеркивается, что она не перестала от этого быть в подчиненном положении от леи. Леяков бен, якову сына. «Ва омер леа» и сказала лея, в данном случае имя дает лея. Значит, здесь случай креектив, написано вот так одно слово, да, «багад», но читать и понимать это следует так, как будто это два слова, «ба гад», пришла удача. Слово «гад» означает, ну что словарь нам дает, счастье, да, как редкое слово. Так, «ва текра эт шмо гад» и назвала имя его, «гад», «ва телед зилпа, шивхат лея, бен шени», и родила зилпа, рабыня лея, сына второго леяков, якову, «ва томер лея», и сказала лея, «ба ашри ки иш румни банот». Слово «ошер» – счастье, отсюда слово «ашрей» – счастливый, «ашрей» – счастливый, «ашрей» – счастливый, счастливый сидящий в доме твоем. Значит, через «алеф» – «ошер» – это счастье, а через «айн» – «ошер» – это еще и богатство. Ну вот, «ба ашри» – так, 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 «в счастье моем, потому что ашру дал счастье, ни – мне», «банот» – почему «банот», «банот» – дочери, может быть, имеется в виду среди других женщин, «ва тикра эт шмо ашер» и назвала имя ему «ашер». Обратите внимание, что слово «ашер», «который», в нем «алеф» не образует слога, потому что там стоит огласовка «хатавпатах», ультракраткая, да, а имя «ашер», имя мужское «ашер», да, в ашкинадском произношении «ошер», то есть тех, которые, значит, жили на территории России, звали «ошер», а на Украине, соответственно, «ушер». Вот тут пишется огласовка «камац». Ва елех раувен, пардон, извините, не ва елех, ва елех раувен, и пошел раувен, бимей к цир хитим, в дни жатвы пшеницы, к цир ле кацер, да, укорачивать, им срезать, а слово «хита хитим» – это пшеница, ва имца дуда им и нашел он растение, которое известно нам под этим именем. В единственном числе, да, одно растение, оказывается, называется дуда, с алифом на конце, да, а дуда им – это множественное число. Мы называем, мы обычно привыкли к переводу мандрагоры. У рамбана есть комментарии по поводу того, что это за растение такое, какое растение так называется. Есть мнение, что это жасмин, есть мнение, что это что-то наподобие женщиня, вот, но как бы то ни было, вот это некое растение. Является ли оно тем растением, которое мы сейчас называем, словом, дуда? Могут быть определенные сомнения, хотя по описанию вроде бы похоже. «Ба саде в поле» – «Ва, я, ве» и принес оттам их, эль леа и мо, лее матери своей. «Ватомер Рахель» – «эль лее» – сказал Рахель Лее. «Тнина ли ми дуда эй менех? Дай, пожалуйста, мне от мандрагор сына твоего, ватомер ла». И сказала ей, естественно, лея, «А, меат, кахтех, эт айши, меат, мало ли тебе, вот, это эй выразует вопрос, кахтех, что взяла ты от слова, от корня лаках взять, эт иши, мужа моего, ты забрала моего мужа, «Ве лакахат гам эт дуда эй бни» и взять также мандрагоры сына моего. «Ватомер Рахель» и сказал Рахель, «Ла хен, поэтому или за это, ишкав имах, будет лежать, ишкав, лишков – это лежать, и мах с тобой, галайла, эту ночь, тахат дуда эй за вместо в оплату за мандрагоры сына твоего». Говорит комментарий, что вот за эти слова была она наказана тем, что в этом мире Яаков похоронен действительно с леей, это в этом мире, который подобен ночи, потому что мы не видим истины, вот Яаков похоронен с леей, а Рахель похоронена отдельно. Да, слушайте, смотрите, вот самое яркое доказательство, мы сейчас с вами прочитали, что Лея все эти годы, она не знала про то, что она нечестным образом, скажем так, получила Якова в первую брачную ночь. Вот обратите внимание, что здесь написано. Она не по праву стала женой его? Да, она не знала даже, Рахель ей сказала, вот тебе сигналы, они тебе пригодятся, ты выбрана была еще семь лет назад Яковом, я за тебя рада и так далее. Видите? А все говорят, она как бы лея знала, ничего она не знала. Ну, интересно, это откуда, это чье? Это, смотрите, во-первых, семь лет Яков подарки посылал Рахель, и все это время Лаван подарки менял адрес, стирал Рахель, писал Лея, и Лея в семь лет получала подарки, как к своей невесте. После этого мы видим передачу брачной ночи этих симоним. И, собственно, непонятно, как там все произошло. И теперь мы видим признание Леи, что она до сих пор не знает, не понимает. Смотрите, сколько уже времени прошло. Да, ну, у Рамбана есть предположение, что вроде бы было какое-то расписание, вот, когда Яков у Рахеля, когда у Лея, есть еще и Билла и Зилпа, вот. Но здесь как бы вне очереди он отправлен к Лее за то, что Рахель получает вот эти дудаимы. Ну, это другое мнение тоже имеет право. Так, спасибо. А откуда Дима вообще взял, что она не знала? Из этих слов, что она сказала, ты моего мужа забрала? Ну, наверное, в Медрашке какие-то, да? Из Медрашей отсюда, собственно, она пострадает. Она сделает самоубийство Рахель, когда передавала симоним, знаки Леи. Она знала, что она идет на самоубийство. А в чем самоубийство? Она знала, что нельзя вторую сестру у одного и того же мужа быть женой. А если две, Лея и Рахель, являются сестрами, кто второй станет, собственно, женой, тот и умрет, когда они перейдут через Иордан. Рахель сразу же перешла. И так как она была вторая, она умерла. Если бы Рахель была... Вы понимаете, здесь некое самоубийство она произвела, когда передавала симоним, знаки во время брачной жизни. То есть она пожертвовала собою? Да. Это надо понять, что это одна из линий. То есть там нет веб-камеры, которая смотрит. Я вам перечитал Медра, который говорит, есть такие, которые связывают смерть Рахели с тем, что она с этим Трофим, идолами вся эта измена. Ну да, самое известное, что она же сказала, ну вот сказал Яков, что кто взял, пускай умрет. Ну вот она и умерла. Да-да-да, и то, что сказал Яков, оно таким образом и осуществилось, да? Ну, как сказал некий известный человек, любовь побеждает смерть. Ну да. Так, хорошо. Мы должны чуть-чуть поторопиться, потому что у нас еще остались сыновья и две песенки. Хотя бы одну мы должны закончить. Так. Так, 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 так. Так. Угу, 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 угу. Так. Потому что... Что такое лискор? Это арендовать, одолжить. Потому что я арендовала тебя, бадудайей, бни, за мандрагоры сына моего, баишкав има, балайлагу, и спал, и лежал с ней в ночь ту, баишмайлугим, я видел сейчас, я посмотрю в чат, и услышал Всевышний, и послушал Всевышний лею. И она забеременела и родила Якову сына пятого. Ватомер лея и сказала лея, Натан елухим с хари дал Всевышний награду мне. Ашер натати шивхати за то, что дала я свою рабыню, ла иши моему мужу, вати крашмо и сахар. И назвала имя его Исахар. Исахар происходит от слова Сахар, но традиционно пишется вот здесь нечитаемая буква Син. Так, я должен посмотреть чат. Сейчас, одну минуточку, я это сделаю. Что-то не сразу он у меня переключается. Можно вопрос? А это правда, что некоторое время Исахара называли не так. Его называли, как и написано, еш сахар. Но так как два звука, шин и син, очень сложно их произнести рядышком, то убрали одну букву сина и оставили и сахар. Я знаю, что в некоторых традициях, например, у карлинских хасидов, когда Тору читают, имя читают с двумя синами, Исасхар, точнее Исосхар. Но человека по имени Исахар просто звучит одно С. Так, вот интересные комментарии, посмотрите в чате. Ну, моя задача, моя задача вам дать иврит. Поэтому продолжим. Так, так, так. Про Исахара мы прочитали с вами. Ваттагар од лея и снова забеременела лея ваттэлед бэн шиши и родила сына шестого леяков. То есть, таким образом, выполнила половину плана всех. Дважды перевыполнила план. Ваттамер лея и сказала лея за ва данни. Вот это слово я в словаре попытался найти. Есть слово завад, одарить, подарить. Но как из него происходит дальше имя, мы сейчас увидим. Элогим оти, значит, одарил меня Всевышний. Зевед, подарком, тов, хорошим, гапам, из белени. Здесь другой корень. Не Зевель, что означает мусор, да, а, очевидно, Звуль, да, объясняет это Раши. И приводит, как пример, из книги царей, где храм Всевышнего Шломо называет Дейт Звуль. Дом, в котором будет обитать. Так вот и здесь. То есть, смысл здесь, очевидно, такой, что теперь, поскольку половину сыновей родила ему я одна, то мой дом станет его обиталищем, станет его домом. Это про Якова. Ищи мой муж, ки ялады ти ло шиша ваним, потому что родила ему шестерых сыновей. Ва тикра эт шмо Звулун и назвала имя, дала ему имя Звулун. Ва ахар айалда бад, и после этого родила она дочь. Ва тикра эт шма бина и назвала имя ее Дина. Да, слушаю. Обратили внимание, что она не написана зачала и родила Дину. Да, в некоторых случаях, да, не сказано. Но только в одном случае. А дальше у нас еще Зилпа то же самое будет делать. Да, да. Когда двойня, два человека рождаются одновременно, тогда получается, что зачинает один раз, а рождает два раза. Вот в данном случае Дина является болезнецом Звулуна. Так говорил Равшерки. Ага, любопытно. Так. Ва искорил, ким, это Рахель вспомнил бог Рахель. И открыл он, как мы выяснили, матку ее, ватагар, ваталет бен. И она стала беременна и родила сына. Ватомер. И сказала, асав элухим эд херпати. И сказала, забрал Всевышний мою херпа, как это называется, мой стыд, да. Интересно, что слово осеф означает собирать, то есть брать себе, но одновременно это значит брать откуда-то, да. Исуф – это, например, процесс, когда вот едет арендованный автобус, да, и он должен взять работников в тех местах, где он их собирает, около Макмод и Суф. Например, каждый становится около своего дома, и он проезжает определенным маршрутом и собирает всех, и привозит их, допустим, на работу. Так. Ва тикра эт шмо, йосеф, и назвала имя его Йосефа. Здесь два разных корня, которые очень близки. Асав – это собирать. Йосеф – это добавлять. Леймор, говоря, Йосеф – адунай ли вен ахер. Добавит мне Всевышний сына другого вайгика, ашер Йолда Рахель – это Йосеф. И было, когда родила Рахель Йосефа, ва йомер Яков, эль Лаван сказал Яков Лавану, шалхейни, пошли меня буквально, отпусти меня, вэлха, вэллех, и я пойду, эль мэ коми, вместо мое улы арцы и в страну мою. Вот вам имена 11 сыновей из 12 сыновей Якова и одной дочери, дочери Дины. А теперь давайте посмотрим, давайте посмотрим последний куплет песен Кирв Шалайм Шэзагав. Вот. И, может быть, мы успеем и что-то еще. Так, новая демонстрация. Так, вот мы. Последний куплет, он во многом повторяет предыдущее. Хазарно эль борот амаим. Хазарно – мы вернулись. Слово бор мы выяснили, это водосборник. Борот амаим – это иногда говорят колодцы, но колодец, он скорее Баэр. Баэр – это колодец, в котором вода прибывает сама из источников. А бор – в него собирают воды, это как бы цистерна, которая собирает водевую воду. Итак, вернулись мы к не источникам, а резервуарам воды, получается, буквально так. Так, ла шук – на площадь, на рыночную площадь. Вела кикар – слово кикар означает буханка, но означает оно еще и городскую площадь. Шофар коре бе хар абаит. Шофар, вы знаете, да? Это еврейский древнейший музыкальный инструмент. Изготовляется он из рога барана или козла. Шофар – рожок. Хоре буквально зовет, да, или звучит на горе, гар абаит, баит – это буквально дом, храмовая гора называется арабаит, то есть гора, на которой стоял храм. Так, интересно, да, любопытно. Нафтали запутано. Так, вот последние слова из словаря. Я вам повторяю так. Баир-ха-атика в древнем городе, в старом городе имеется в виду центр Иерушилаема, Ир-атика – старый город. Ува-марот ашер-басела и в пещерах, которые в скале, Алфей-шмашот-зорхот. Тысячи солнц сияют. Зор-э-ях, да, зер-ах – имя одного из сыновей Игуды, да, но это в будущих недельных главах. Значит, зор-хот сияют на шув. Есть мнение, что правильная форма – на шов. Мы вернемся от слова легошив. Отсюда слово тшува – ответ. Леа-шив, тшува – это вернуть ответ, ответить на вопрос. На шув снова вернемся мы. Нер-эд – мы спустимся. Вот такая замечательная песенка. Мы довольно скоро начинаем праздновать Хануку. Вот, и песенка, которую поют в Хануку, состоит она из шести куплетов. Маос Цур – песенка очень известная. Сегодня будет нами, ну, полностью, конечно, не разобрана, но мы начнем ее разбор. Так, что я делаю? Новую демонстрацию, конечно. Так, вот такой файлик. Итак, первый куплет. Внизу вы видите ссылки, по которым вы можете услышать и исполнение, и посмотреть транслитерацию, и посмотреть перевод, и очень интересный комментарий. Очень вам советую. Так, Маос – это значит твердыня, крепость, а слово Цур – это скала. Итак, скала, крепость, Ешуати от слова «спасти», «спасение моего». «Леха наэ лешабеях» «Тебе наэ подобает восхвалять». «Шевах» – это славу, прославлять. Кто назван здесь Маос Цур? Конечно, Всевышний. «Скала крепости», «крепость спасения моего», «ты достоин похвалы». «Тикон бейт тфилати». Так, слово «тикон» – это устанавливать, да. Есть слово «тикун» через «куф», означает «починить». Так, но через «каф» – это установить. «Бейт тфилати» – дом молитвы моей. Конечно, это имеется в виду храм. «Вешам» – и там «тода незабеях». «Тода» – это «спасибо», а «незабеях» – это «мы зарежем». Как же мы зарежем «спасибо», что это имеется в виду? Слово «тода» означает «жертву» одноименную, «жертву благодарности», то есть «жертву», которую человек приносит по своему, так сказать, когда он должен выразить благодарность Всевышнему. Обратите внимание, что «мизморле туда», который читается в утренней молитве, ну, по хасидскому молитвеннику после «Барух Шамар», вот, по ашкенадскому он тоже вроде бы читается, да. В определенные дни не читается. Почему? Потому что молитвы заменяют жертвоприношение. И вот «мизморле туда» – это, по-моему, «сотит елин» из псалмов Давида, он соответствует жертвоприношению туда. Это жертвоприношение не приносилось перед Йом-Кипуром и перед Песохом. Поэтому день перед Йом-Кипуром и день перед Песохом в утренней молитве мы не читаем вот этот «мизморле туда» или номер 100. И там мы... Шаббат тоже не читается, правда? Да. Шаббат тоже. В субботу не читается. Не читается и в холомоид не читается, да? Холомоид в Песах. Почему это можно понять? Потому что благодарность мы можем и немножко попозже принести, выразить. А в Песах, по-моему, в жертву благодарности входило что-то квасное, но я могу тут что-то и перепутать. В любом случае, так сказать, это терпит отлагательство. Ле-эт такин мат-да-ях. Эт – это время. Ко времени установления, а что такое мат-да-ях, посмотрите внимательно на это слово и скажите мне однокоренное. Я больше рассчитываю на женщин. Почему? Потому что если мы прочитаем это слово с другими огласовками, у нас получится слово митбах. Митбах – это кухня. Так, отсюда табах – повар. А что называлось бейт-ха-табахим в храме? Место, где резали, резали быков для жертвоприношения. Так. Ко времени, когда ты устроишь, ну, в данном случае имеется в виду зарезание какое? гибель, гибель, погибель. Ми цар, гамнабеях – слово цар – это враг, то есть тот, кто воюет. Отсюда слово цар. Цорес – наши горести. Гамнабеях – слово новеях означает лаять, так говорят про собаку. врагу, который возвышает голос на нас в наглости своей. Аз – тогда эгмор, бешфир мизмор. Закончу я в песне и прославлении ханукат амизбеях – обновление жертвенника. Слово ханукат амизбеях и название праздника ханука, к которому мы сейчас подходим. Спасибо. Извините. Должен что-то запить. Сейчас я вернусь. Буду рад услышать. Этот файл я поставил в нашей группе в Телеграм. И можете забежать вперед, посмотреть дальнейшие все следующие куплеты. Их всего шесть. И словарь, который я подготовил к ним. И повторяю весьма полезные ссылки, которые я нашел. Далеко не единственные. Ссылки на этот текст и на эту песенку. Так. Ну, тогда спасибо за внимание. Есть какие-то пожелания? Да, одно пожелание. Я помню, что я его обещал, но пока не исполнил. Да? Извиняюсь, был маленький вопрос по поводу Юршулаем Шерезахав. Последний куплет был позже дописан? Я правильно помню? Когда он был написан? Нет, нет. Последний куплет. Он был позже, позже, уже после того, как вошли в Иерусалим. А, он был, а, понятно. После шестидневной войны, когда вошли к стене. А, когда уже можно было сказать, что мы вернулись к Хазаровску. Да, 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 я тоже его читала. А еще до, видимо, до. Я не знаю точно. Я помню, что, да, последний куплет был дописан позже. И вот само автор Наоми Шемер к ней обратился, я не помню, кто-то, кто-то обратился, Маша Адаян, кто-то, я не боюсь соврать, кто-то из руководителей государства, не знаю, не хочу говорить, но кто-то обратился и сказал, что вот, да, пожалуйста, допиши вот там что-нибудь такое вот вдохновляющее, прям вот прям буквально за один день там она написала, я не знаю за сколько. Про обращение не знает, надо выяснить, это интересно, но вообще известно, что именно этот последний как бы куплет, куплет, если так можно сказать, именно он и навел на нее неприязнь, гнев и прочее кругов, потому что это то, что не соответствовало идеологии, так что он в глазах был самый проблематичный, сомневаюсь, что Даян просил, но это надо выяснить, честно говоря. Я не утверждаю, я помню, я читала, читала, что кто-то попросил, но она сказала, что у меня типа уже все готово. Да, конечно, наверное, да, потому что она написала, я тоже слышала. У меня уже все готово, я вот прям вот сейчас уже и написала. Вот как-то так. Не знаю, не буду утверждать кто, потому что, ну вот... Общая идея была как бы использовать те преимущества, которые были получены во время Международной войны для того, чтобы немедленно начать переговоры и разделиться. А она своим куплетом как бы однозначно говорит, что никакой дележки как бы нету, а настоящие владельцы вернулись к тому, что чего у них не было. Вот такая как бы по прямому смыслу. То, что принадлежало им... Ну да, в глаза. Да-да-да, я говорю, что... Далее просто то, что полагалось по праву, какие... Чего делить-то? Чего делить-то? Ничего делить-то. Ну, это нам понятно, а многим, к сожалению, непонятно. Да, абсолютно нет. Ну вот, на этой оптимистической ноте... Печально, печально вообще. Зачем отдали храму Глубу Гору? Ведь мы нельзя взять ее тогда совершенно без права. Ну, конечно, Всевышний предполагает свободу выбора, но, очевидно, весь народ был не готов. Конечно, послушай, вопрос, зачем отдали? Отдали, потому что не чувствовали никакой связи с этим. Что между Даяном и храмом? Что между как бы сионистами, социалистами и храмовой горой? Известна его фраза, да, которая может быть... Зачем нам этот Ватикан он сказал? Правильно, он сказал Ватикан. Он выражал не свои настроения, а настроения как бы публики, действительно. Окей. Не имели к этому отношения. Ой, печалька, 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 печалька. Но, тем не менее, смотри, есть знаменитая фотография освобождения Котеля, где стоят там совершенно это не статисты, не религиозные сионисты, это не специально подобранные религиозные статисты, а это эти парашютисты, которые освобождали, и народ, который там стоит, это поваликование, так что нельзя сказать, что это были только как бы религиозные, которые понимали. Понимали? Ну, храм бы и гора. Не, ну, а ведь, как говорят, ну, я не знаю, насколько это правда, что Шлома Горин предложил чуть ли не разрушить это вот, что стояло на храме в горе, там, на Аляксу там и все, что там находится. Не знаю, насколько это правда, правда. Я тоже слышал про это, да. Я думаю, что арабы были в таком шоке от происходящего, что они... Они бы проглотили бы, да, проглотили бы запросто. И они были готовы перенести ее куда-то, они там чуть ли уже не нумеровали камешки, чтобы перенести куда-то в другое место. Да, но, видишь, должно было пройти сколько, 60 лет для того, чтобы народ понял не идеологически, а практически, что это невозможно. А иначе, как бы, доказать никому это невозможно. Сейчас это уже становится очевидно и понятно, что не это мистик. А тогда, что оно очевидно было, что надо тут же использовать освобожденный Иуда Вышимурон для того, чтобы начать договориться с арабами и жить мирно пролетарием всех стран соединять планеты. Окей? Ладно. Будем ждать. Будем ждать. Может быть, когда ты должен вернуться. Сейчас на наших глазах возвращается. Дай Бог вернется. Я вижу, что у нас сегодня 12 участников. Наверняка есть имена, которых я раньше не встречал. Рад их приветствовать и надеюсь, что сегодняшнее занятие было полезно. Как в таких случаях говорят, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А мы что скажем, Натан? Приходите на наши следующие занятия и приводите тех, кому это будет интересно. Ладно. Всего доброго. Счастливо. Всем счастливо. Счастливо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...